Как развивались события в ночи с твоей точки зрения? В первом сете, ну, не знаю, первая половина сета, в ТФН видно не было. Что про это шло потом? Ну, я думаю, сказалось волнение. Поэтому больше где-то давал ошибок. Ну, а потом он полностью меня переиграл. Ни один из технических приемов, которые я пытался использовать, не работали. И он был быстрее там, где нужно и когда нужно. И то же самое касалось его ударов. Поэтому он целиком и полностью сегодня наслуженно меня переиграл. То есть вот это вот начало, ну, он просто дал тебе играть так, как ты хочешь в самом начале? Ну, он больше ошибался. Это как бы ключевое. Игру он особо не поменял. Просто стал меньше ошибаться, стал больше прижимать к линии. И в итоге у меня не было времени что-то создавать. А когда какие-то представляли шансы, он очень хорошо защищался и контратаковал. Ощущения, насколько он вот готов физически, скажем так, если какой-то там советовать? Давай Сергею, где что посоветовать? Ну, я думаю, он вообще не устал сегодня. Мне кажется, он готов был играть больше. Ну, по крайней мере, в ту игру пока, которую предлагал ему я. Ему было комфортно и не думаю, что какие-то проблемы физические возникают. Ну, что, ну, в принципе, со стороны капитана, вы играли, если он сделал все, что мог в этом матче? Ну, в принципе, да. Да, но, безусловно, были моменты. Я не могу сказать, что там первые два сета Бельгийц переиграл полностью. То есть в первом сете, да, сказалось волнение. Я думаю, что это повлияло на то, что он играет второй матч. Он понимает, что счет в матче был 0-1, что ему проигрывать никак нельзя. Да, и вообще, это первый матч, когда ты выходишь на корт на кутки Дэвиса. Это всегда волнительно, что и показал матч Саховский в Дарсе, что оба игрока первый сет очень сильно переживали. То есть это Сережа не скрывал в плане на переходах. Естественно, волнение, потому что всегда волнительно играть за страну. То, что касается Ильи, он в первом сете ввел с брейком. И на 4-2 ввел в гейме 30-15. И были два розыгрыша абсолютно, которые Илья доминировал. Не хватило вот на концовке нескольких ударов точных. То есть во втором сете то же самое. Был брейк, ребрейк. То есть была равная игра. То есть за два сета только повлиял один брейкпоинт больше. Сделал брейк. Потом, безусловно, он чувствовался более уверенно, играл более быстро и двигался легче по корту. То есть это сказывается и на том, что он сейчас не просто так провел такую серию. Заслуженно провел. И он хорошо играет. Несмотря на свой рост, я бы так сказал, среднего игрока. Очень неплохо подавал. И были подачи за 200. Ну, Илья сделал все, что мог. Действительно, мы во время матча пытались находить какие-то ключи к его игре. Но, к сожалению, мы не то чтобы не нашли, так совпало, что Илья любит эту игру. Скорость, такой определенный ровный темп игры и ровная высота. И это комфортно было ему. Есть ли какие-то уже мысли наработать, какие кафе на парт сейчас? На тренировке видел, видел матчи. Вам на игру воскресенье? Ну, если честно, сейчас пока голова уже занята завтрашним матчем. То есть сейчас хочется поскорее уже поехать в отель. Ребята уже, я надеюсь, кушают и будем обсуждать. Есть варианты завтра. Парная комбинация его. То есть, возможно, мы что-то поменяем, возможно, нет. Как это и чаще всего на Кубке Дэвиса эта парная комбинация является решающей. И не без исключения этот матч. Возможно, как раз в этом матче она будет вообще иметь самый решающий рот. Поэтому сейчас пока все мысли о завтрашней паре. То есть, а потом уже будем думать о воскресной игре против Гофина-Стофовский и дальше. Спасибо большое. Удачи. Спасибо. 1-1 интервью для ИТФ.